Дорогие друзья, начинаем наш ежедневный обзор рынка. Началась новая неделя, сегодня у нас 22 августа, вторник. А на этой неделе состоятся два ключевых события. Одно из них это отчет компании NVIDIA, которого все ждут в надежде на возврат позитивного моментума в акции искусственного интеллекта и в целом технологический сектор. И выступление Пауэлл на заседании в Джексон-Холле в пятницу, от которого ждут изменения ястребиной риторики и как результат возможно снижение доходности по облигациям. Опять же от этого зависит многое. Вчера был первый за последние две недели день, когда NASDAQ поднялся на 1,4%. Но в целом о РАЛе носило несколько односторонний характер, поскольку росли в основном акции компаний крупной капитализации и наверное в какой-то степени компании полупроводниковые. Все остальное же было слабое, включая индекс Russell 2000, который с трудом закончил день на нейтральной территории, в то время как NASDAQ поднялся на 1,4%. Опять же, что можно ждать, собственно говоря, от реакции на отчет компании NVIDIA и какой этот отчет будет. Вчера за пару дней до выхода отчета некоторые аналитики подняли ценовой таргет для компании NVIDIA в диапазон 650-700 долларов, что практически процентов на 40 выше текущей цены. Опять же, скорее всего отчет будет хороший, вопрос какая будет реакция на него, какой будет гайденс. Опять же, если у нас продолжает расти доходность по облигациям, то акции быстрорастущих компаний, компаний, к которым мы привыкли в 2020-2021 год, скорее всего не отреагируют позитивно на отчет NVIDIA, поскольку на них скорее в большей степени негативно влияет рост доходности, чем какие-то другие новости. Поскольку их ценовая оценка значимо падает при росте доходности на облигации. Поэтому сейчас, при том, что у нас NASDAQ вчера вырос очень существенно, а RKK вырос, может быть, лишь благодаря росту Tesla, которая тоже вчера повлияла на рост NASDAQ. Ну и в целом отчет от Zoom, который носит позитивный характер после закрытия, наверное, тоже в какой-то степени позитивно повлияет на RKK. Но большинство акций, к росту которых мы привыкли в дни, когда технологические компании растут, реагируют на это все нейтрально, а порой даже негативно. Поскольку, если мы с вами посмотрим на акции PayPal, которые находятся в перепроданном состоянии, они вчера поднялись при NASDAQ плюс 1,4%, поднялись на 0,15%, то есть вообще практически не поднялись. Опять же, такие компании, как Unity, которая тоже, скажем так, очень значимо опустилась вчера, поднялась очень мало и даже не смогла взять отметку в 35 долларов. Ну и опять же, акции Russell тоже вчера были слабые, поскольку, как я уже неоднократно говорил, в Russell входит достаточно много убыточных компаний. И опять же, если у этих компаний есть долги, то роста от них мы в ближайшее время ожидать никакого не можем. Поэтому я всегда советую покупать лишь прибыльные компании, компании, у которых есть хотя бы 10% рост продаж. Поэтому сейчас, на самом деле, многие предрекают, кто-то предрекает окончание, как наибольшие оптимисты предрекают нам окончание. О коррекции и возврат рынка в позитивный тренд после отчета NVIDIA и заседания в Jackson Hole. Другие же нам говорят о еще возможном падении NASDAQ на 6%, о чем говорят технические показатели по скользящим среднему по NASDAQ. Опять же, то и другое может случиться, как и может случиться любой черный лебедь. Но опять же, как я уже неоднократно говорил, пока доходность по облигациям не прекратит расти, мы роста рынка, скорее всего, не увидим. Поэтому сейчас очень важно смотреть на TLT, которое может сделать очень быстрый отскок, на самом деле. Поскольку этот инструмент, этот ETF на 20-летние облигации, который уже платит 3% дивиденда, поскольку стоимость его упала, дивиденд фиксированный. Стоимость выплат повысила, процент выплат повысился, поэтому в целом инвесторы сейчас могут быть заинтересованы инвестировать в TLT. Но опять же, это все потеряет свою привлекательность по отношению к тем процентам, которые вы сейчас можете получить, инвестируя в CDS и в Money Markets, где платят более 5%, поэтому 3% по сравнению с этим это ничто. А поэтому сейчас достаточно много безрисковых альтернатив инвестиций в рынок, где можно, в принципе, заработать деньги, и которые даже дают позитивный результат при текущей инфляции. Поскольку когда у нас инфляция была 8-9%, то о 5% никто и не говорил, поскольку это было неинтересно. Сейчас это вызывает некоторый интерес, и поэтому облигации могут стать более интересными, чем непосредственно акции. Поэтому, опять же, вчерашний день был, наверное, исключением. Совпали так звезды, рынок носил несколько перепроданный характер. После, скажем так, трех дней падения таких более 1% на прошлой неделе, опять же, позитивные комментарии о Тесле, об NVIDIA дали свой результат, NASDAQ вчера поднялся, но, опять же, рост не носил такой широкий характер, и можно действительно сказать, что это был такой, скажем, временный, наверное, отскок. Поэтому лишь, опять же, я акцентирую внимание, там позитивный, даже очень позитивный отчет от NVIDIA поможет рынку развернуться, плюс тоже, также важно заседание в Джексон-Коле, где хотелось бы от Паула услышать более какие-то позитивные заявления по поводу возможного снижения процентной ставки уже в недалеком будущем. А поскольку у нас сейчас действительно QT, аукционы на Бонды тоже очень негативно влияют на рынок, я думаю, лишь снижение процентной ставки даст рынку тот необходимый импульс, который заставит рынок идти дальше наверх. Я думаю, это понимают многие инвесторы, это должен понимать и Пауэлл, который в целом должен понимать и то, что вот все эти вещи, которые сейчас происходят, такие как изъятие ликвидности из рынка, носят пролонгированный характер, и поэтому в целом, я думаю, уже наступает время необходимости снижения процентной ставки. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня. С вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня, до новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok